Началось заседание с доклада исполняющего обязанности генерального директора дирекции универсиада Дениса Бранчукова. Он подчеркнул, что только что подготовлен и опубликован на сайте универсиады мастер-план 2.0. В нем представлены все объекты спортивной, медицинской и транспортной инфраструктур, которые будут строиться или реконструироваться. А кроме утвержденных ранее 10 видов спорта, добавляется демонстрационный хоккей с мячом. Официально утверждено включение такого вида спорта, как хоккей с мячом, в программу универсиады. Это решение принято, утверждено. Оно также предварительно согласовано с Международной Федерацией студенческого спорта. В связи с этим также дополнительно было принято решение о том, что у нас появляется для проведения этого вида спорта новый объект. Это стадион Енисей. На реконструкцию стадиона Енисей выделено дополнительно 2 миллиарда 200 миллионов рублей с федерацией. Однако пока еще идет обсуждение, какой будет реконструкция. Например, некоторые депутаты высказали предложение построить крытый стадион для хоккей с мячом на месте стадиона «Локомотив». Мы не прорабатываем технические и экономические возможности строительства на месте локомотива закрытого стадиона для хоккея с мячом, потому что не наши эти полномочия нам должны сказать коллеги Министерства спорта. Но проектировщики сказали, что это практически невозможно, потому что зажатость в центре города, отсутствие парковочных мест, отсутствие обстояния и все остальное не позволяет построить на этом месте новый стадион. Как отметил министр строительства и ЖКХ край Николай Глушков, скорее всего будет проведена реконструкция стадиона Енисей, и он останется открытым. Что касается других спортобъектов, то планируется построить две ледовые арены, провести реконструкцию центрального стадиона и Дворца спорта имени Ивана Ирыгина, а также построить объекты на сопке. Депутаты подчеркнули, что важно, чтобы эти стадионы украшали город. Ведь только из федерального бюджета предусмотрено выделение на эти цели 31,5 миллиарда рублей. Я считаю, что когда такие большие деньги тратятся, мы вправе рассчитывать, что объекты, возводимые в рамках универсиада, должны быть не только функциональными, но и украшать город. А, к сожалению, то, что в рамках спорта чаще строятся в городе, ну вот те же фоки, это же просто безобразные ангары, которые стоят и не украшают, к сожалению, город, не создают его привлекательного образа ни для гостей, ни для жителей города. Разрабатывается концепция наследия универсиады и предполагается Организационным комитетом в 2016 году ее утвердить. Но мы не ждем этого периода. На сегодняшний день уже со спортивной общественностью, с городом Красноярском есть четкое понимание проекта, концепции, где и когда, как будет эксплуатироваться то или иное, тот или иной спортивный, я сейчас говорю про спортивный объект, во время универсиады и самое главное для нас очень важно после универсиады. Также обсудили и реконструкцию БСМП, краевой больницы и строительство ВСФУ, медицинского центра. Эти проекты, как и большинство спорт-объектов, сейчас в стадии разработки и согласования, которые по планам должны быть закончены к концу года. Все, что мы слышали в течение года, что мастер-план, соответственно, у нас есть, мастер-план подразумевает определенные сроки, и вот этот срок, собственно говоря, подошел. То есть все проекты должны быть получены положительные заключения экспертизы до конца года. От этого зависят сроки строительства. Это здорово, что сегодня состоялся конструктивный, деловой абсолютно и даже супероткровенный разговор. Я думаю, что от таких публичных обсуждений будет только польза. Если все пойдет по плану, то строительство стадионов и ледовых арен начнется в следующем году, а вот каким будет благоустройство и развитие Красноярска к универсиаде, таким же расширенным составом депутаты и члены правительства будут обсуждать на следующем заседании в декабре. Андрей Старады, Максим Галат, Новости.